Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава книги «Царств» или «Царей», я ее так называю, потому что здесь нету большого количества царств, здесь много царей в этих книгах описано. Она продолжает историю, которую уже мы видели во второй главе, и в первой она началась, собственно говоря. Маленький Самуил, мы не знаем, сколько ему лет, может быть, пять, может быть, пятнадцать, во всяком случае, он мальчик, ребенок. И он служит при святилище, мать его отдала туда, этого отняв от груди, ну, наверное, все-таки ближе к пятнадцати, чем к пяти, он уже вполне сознательный. Но главная тема даже не детство Самуила. Казалось бы, Самуил, великий пророк, о нем будет много сказано дальше, он сыграет, в общем-то, ключевую роль в становлении именно царства в Израиле. И двух царей поставит первых. Но это не детство Самуила, не история про то, какой он был хороший мальчик, как у нас там про Ленина рассказывали в моем детстве истории. Это скорее истории про то, почему он стал пророком. Вот есть ветхозаветный культ, в нем есть свой центр. Это Скиния, потом уже Соломон построит храм по замыслу Давида. Но до тех пор неважно, вот есть какая-то одна точка в пространстве, где совершается самое главное богослужение. Хотя периодически жертвы приносят где угодно, и Самуил это будет делать. Вот что творится там? Там есть свой первосвященник Эли, есть его сыновья, его помощники, его наследники, которые, в общем, живут для своего удовольствия, которые от святилища не просто кормятся, чтобы было нормально, но которые получают все мыслимое удовольствие, прежде чем начнут исполнять свои священные служения. И, собственно, третья глава еще раз показывает, как на это смотрит Бог. Во второй мы уже читали. Не очень хорошо смотрит. Вот Роксамуил служил Господу при священнике Эли. Вот тоже хорошая формулировка ребенок, он же при ком-то, при взрослом, но служил Господу, а не священнику. Эли, который был, может, человеком и хорошим, добрым, верующим, но не навозил порядка в собственном доме. Слово Господне было редким в те дни видения, нечастыми. Но еще бы, мы читали в той же самой книге «Судьи» про то, какие безобразия творились. Людям, в общем-то, было не до Бога. Они не то, что массово перешли в атеизм или в язычество, нет. Но как бы часто мы это видим. Да, в принципе, мы все верующие. Ну как, на праздник, там, может быть, куда-то зайти, может быть, там рюмочку поднять, яички покрасить, еще что-то, елочку нарядить. А все остальное время живем, как получится. Так вот, слово Господне было редким в те дни видения, нечастыми. И вот однажды, когда Эли уже лежал на своей постели, его глаза стали слабить, и он уже едва видел. Здесь, конечно, вот интересно, такая параллель, даже три вещи запараллелен. Он ложится спать, ну, естественно, закрыл глаза, ничего не видит. Одновременно у него, очевидно, какие-то старческие проблемы с глазами, катаракты, я не знаю, что. И он плохо видит вообще. А самое главное, что он не видит того, что вокруг него. Он, даже слыша истории о своих сыновьях, не реагирует на них. Он закрывает глаза. Вот такое буквальное и символическое сливается воедино. И светильник Божий еще не погас. То же самое, в храме горит светильник, в принципе, он все время должен гореть, и он еще не погас, то есть там есть еще масло. А с другой стороны, да, все эти безобразия творятся, но светильник-то еще не погас, да, но Бог еще с этим народом. А Самуил лежал в храме Господнем там, где ковчег Божий. Ничего себе место ребеночку отвели, прямо в святилище спит. Ну, с другой стороны, если он служит Господу, то, как верный слуга, он спит на пороге спальни своего господина. Да, храм и понимался не как место молитвы, молились скорее перед храмом, как место обитания Бога. Так вот, воззвал Господь к Самуилу, и тот ответил, я здесь. Он побежал к Илле и сказал, я здесь, ты звал меня. Вот такая патриархальная простота. Бог зовет мальчика, и тот, ну, прямо как его позвал старший дядя, да, не слышит еще этого голоса. Но тот ответил, нет, не звал, ступай, ложись. Самуил пошел и лег, и вновь позвал его Господь. Самуил. Самуил встал и пошел к Илле и сказал, вот я, ты же звал меня. Но тот ответил, нет, не звал, сын мой, ступай, ложись. Ведь Самуил еще не знал голоса Господа, еще не открывалось ему слово Господне. Интересно, что он путает голос священника с голосом Бога. Это часто бывает с людьми. И Самуил еще просто в силу своей неопытности, но готов подчиняться, да, вот. Его готовность немедленно бежать по этому первому призыву. И в третий раз возвал Господь к Самуилу, тот пошел к Илле и сказал, вот я, ты же звал меня. И тогда понял Илле, что это Господь звал отрока. Ну, с третьего раза дошло, да, потому что, ну, как-то это непривычно. Ну, что это Бог будет с нами разговаривать, у нас тут все свое, мы как-то уже устроились, все привычно. Илле сказал Самуилу, ступай, ложись. То есть, когда позовут себя, отвечай, говори, Господи, слушай, траптовуй. И пошел Самуил, лег на свою постель. Господь тоже терпелив в этой ситуации, да. Ему нужно, чтобы ему дали место, чтобы священник уступил ему право говорить. Иногда ведь бывает так, что не уступают. Иногда бывает так, что человек, говорящий от имени Бога, сам никак не замолчит и Бога не расслышит сквозь его излияние. Сошел тогда Господь, встал и возвал, как прежде, Самуил, Самуил, Самуил ответил, говори, слушай, траптовуй. То есть, Господь не говорит Самуилу до тех пор, пока Самуил не говорит, что готов его выслушать. Мне кажется, сколько раз в жизни Господь к нам так или иначе обращался. Я очень люблю фильм «Тарковского зеркала», и там есть замечательная сцена, где двое героев о чем-то спорят, ругаются. И говорят, вот там в древности Бог являлся в горящем кусте, а нам-то никак он не явится. И камера показывает, что за их спинами горит куст. Если бы они прекратили ссориться, повернулись бы к окну, этот куст на самом деле поджег их сын, и он хулиганит. Но, может быть, и в этом с ними говорит Бог. Бог ничего не сообщает, пока человек ему не ответит, говори, слушай, траптовуй. Мы в прошлой главе читали о том, как, в общем, то же самое было уже сказано, причем более подробно. То есть Господь, произнося свой приговор, оставляет, вот как суд, дает условный срок. Если человек исправился, то этот срок он не отбывает. А если он пошел и опять украл, то вдобавок к тому, что он сделал, старый срок он тоже будет проводить в тюрьме. Вот фактически это условное наказание. То есть он объявил, но еще не исполнил. И смотрит, что происходит. А происходит все то же самое. Вот что называется долготерпением. Не просто Бог вообще никак не реагирует там долго-долго, а реагирует, но не спешит делать окончательного приговора. Дает возможность человеку измениться. Самуил оставался лежать на своей постели до утра. Потом открыл двери дома Господнего, но рассказать Илье о видении он боялся. Еще бы ребенок старшему такое сказать. Иль позвал Самуила, сказав, Самуил, сын мой, тот отозвался, я здесь. А Иль спросил, так какое слово тебе было возвещено? Не скрывай от меня. Пусть так-то накажет тебя Господь и так-то добавит. Такая формула заклятия. Если скроешь от меня что-то из возвещенного тебе слова. И тогда Самуил пересказал ему все эти слова, ничего не скрывая. На это Иль сказал, он Господь, что пожелает, то и сотворит. То есть вот эта поразительная пассивность. Иль, мне кажется, потрясающий образ человека внешне вполне благочестивого. И по своему характеру доброго, верующего, но пассивного человека, который не пытается никак противостоять явному злу, за который он отвечает. Не вообще бегает по улицам и кричит, безобразники, прекратите. А своим сыновьям он не может запретить. Пытается их уговаривать. Прекрасный образ. Если у человека есть сфера ответственности, в этой сфере ответственности творится зло, он отвечает за последствия. Даже если он лично ничего этого не делал. А Самуил вырастал, а Господь был с ним и не дал. Он пропасть зря ни одному из этих слов. И весь Израиль от Дана до Берчева узнал, что Самуил достоверно пророк Господень. Интересно, получается, Эли рассказал об этом. Иначе откуда бы они узнали? Они вдвоем говорили. Вряд ли Самуил побежал тут же всем трепаться. То есть Эли понимает справедливость приговора. И более того, он не препятствует. Наверное, много кто отомстил бы ребенку, сорвал бы на нем свое зло. Или не препятствует Самуилу становиться пророком. То есть он фактически сам уступает ему это место духовного вождя народа. При всей разнице в возрасте, в положении. Господь продолжал являться в шило. Господь в шило открывался Самуилу в Слове Господнем. Вот, собственно говоря, смотрите, если каналы связи забиты, ищутся резервные, азы какой-то теории коммуникации. Вот связь между Господом и его народом оказалась забита грехами этих молодых священников. Ищутся пути обхода. Самуил, который не из священников, который, в общем, никакого особенного такого статуса не имеет. Он просто честный мальчик. Он начинает это слово возвещать. Так или иначе, оно найдет путь к своему народу. Ну и в четвертой главе мы прочитаем о том, как все-таки плохо закончилась семья Эли.